Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами снова компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Мы продолжаем освещать наш объект, который находится в Тульской области. За моей спиной вы видите, какие изменения произошли в течение короткого времени. Появилась Кровля, Кровля приняла свои очертания, свой угол, который должен быть по проекту. Более детально я расскажу на самом объекте. Пойдем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Кровмонтаж Стэл Детка. Внутри дома находится бассейн. Над бассейном мы устанавливали металлический каркас из двутавра. Металлокаркас делали, чтобы усилить несущие конструкции кровли, так как над бассейном, понятно, должно быть открытое пространство. На двутавр наш устанавливали мы стропила с сечением 50 на 200. И межстропильное пространство утепляли утеплитель Роквелл, Лайтбат 200 мм. Снизу мы сделали пароизоляцию рефлекс плюс. Стыки пароизоляции тщательно склеены между собой. Проклеивать стыки это очень важно, потому что влага и теплый воздух пар стремится вверх, покинут помещение. А пароизоляция, ее задача блокировать его, не пустить в кровельный пирог. В этом месте мы еще будем проклеивать специальным скотчем и строительным феном эти стыки. Это будет попозже. Сейчас мы торопимся закрыть кровлю, потому что от наших работ зависят отделочные работы. Все сопряжения будут обязательно проклеены. Кровля над бассейном. Закрываем это все гидраверационной мембраной Дельта Вент Н. Гидраверационная мембрана проклеена между собой. Далее монтируем брусок 50 на 50. Брусок монтируется на специальную ленту-подложку. Когда мы прибиваем брусок к стропилам, мы гвоздем пробиваем нашу гидраверационную мембрану. А эта самоклеящаяся подложка герметично затягивает отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это называется лотковая водосточная система. Есть подвесная, есть встроенная в крышу, а это лотковая. Здесь мы будем монтировать медь, и медь будет уходить под брусок. Мы сделали отверстие диаметром 150 мм в бетонных перекрытиях, чтобы из наших лотков вода попадала в водосточные трубы. Если на скатах обрешетка у нас разряженная, то в Яндовы должна быть сплошная обрешетка. Эту конструкцию как раз держит двухплоскостная лучевая балка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роквелл Лайтбатс теплоизоляционный утеплитель из каменной ваты. Эту марку мы используем постоянно. Здесь холодный чердак. Но задачей нашей компании входит утепление перекрытий в 200 мм. Мы делали так называемую клетку из доски 50 на 200 с междурядем 60. И сюда укладывали в два слоя утеплителя десятки. Поэтому доски по осям мы делаем 60. Утеплитель выполняет свою функцию на все 100. Вася, у меня тут спрашивают в комментариях, почему мы этот стык сделали не на подпорке, а как бы в середине пролета. Ответь, пожалуйста, нашим подписчикам. Во-первых, мы усилили здесь доской 50 на 150. Плюс вместо стыка мы закрепили соединением шпилька-гайка. Таким образом мы произвели монтаж по технологии. Обязательно промести перед укладкой утеплителя. Слышишь? Вот так и сюда. И понял, да? И тут заморка. Зазор остается вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изменения в проект имеют право вводить только заказчик. Это его право. Главное не преборщить, потому что есть технические нормы, за пределы которых выходить нельзя. Изначально в этом месте должна быть вальмовая кровля, примыкающая к стене. Но заказчик захотел здесь сделать открытую террасу. Наша задача легче от этого не стала. Кровля будет монтироваться к этим стенам, и уходить вода будет от этих стен в те же желобки. Визуально кровля будет присутствовать в этом месте. Доска у нас первого сорта, но все равно случается, попадается так называемый обзор. Его обязательно нужно удалять. В этой коре появляются короеды, а они древесину превращают в пыль. Пиломатериал надо обязательно антисептировать. Антисептик значительно увеличит срок службы пиломатериала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь много открытых зон. Выгнали кладку из кирпича, и мы примыкаем стропилами к ней. И здесь будет из металла тоже примыкание. И так это все по кругу этой террасы. С другой стороны, по такому же принципу, но только не терраса, а балкон. Здесь мы кровлю не утепляем. Она будет просто вентилируемая, холодная. Фальш кровля. Оставили мы эту прорезь для вентиляции на верхнем коньке. Вот здесь будет постоянно идти вентиляция. Металл от концерна СИСАЙБИ, бренд Руки, он приходит в защитной пленке. Пленку снимем мы в самом конце работы. Металл при изменении температуры, он расширяется, либо сужается. И поэтому крепятся картины более 5 метров на подвижный кляймер. Фальцевые панели подъяндовую мы подводим на двойной замок. Лотковая система водосточная. Этому моменту мы посвятим отдельную серию. Покажем вам, как нужно паять кровельную медь. Тут, в принципе, еще работы ведутся, они не закончены. Прикрываем вентиляционный зазор 5-сантиметровый вентиляционной сеткой ПВХ. Медный желоб мы под брусок заводим. Потом ставим капельник. Металл оцинкованный, крашеный, не должен соприкасаться с цветным металлом, с медью. Иначе медь будет окисляться, а металл ржаветь. Но здесь мы будем производить соединение через нержавейку. На этом все, дорогие друзья. С вами был Мороз Алексей, компания Круфмонтаж. Всем удачи, до новых встреч, пока. Скажи, передаю привет своей жене, любовнице и бабушке. Что? Я не писал, пишу. Привет передаю жене и бабушке.